Второе правило, которое должен соблюдать человек, особенно при возникновении разногласий, фитон, смут, когда изменяется ситуация, это правило, которое гласит, Суждение какой-то вещи является производным от представления об этой вещи. Это правило соблюдают разумные люди всегда и везде. Даже неверные соблюдают это правило, имею ввиду разумные из них. Итак, то есть судить о чем-то можно только после того, как ты имеешь представление об этой вещи. Где доказательства этого правила в шариате? Аллах Субхану Тааля говорит, Не следуй за тем, о чем нет у тебя знаний. То есть, если ты не знаешь о чем-то, Не имеешь полного представления об этом предмете, нет у тебя четких знаний, сведений об этом, то запрещается тогда тебе говорить об этом. Тем более запрещается тебе быть лидером здесь, в этой ситуации, вести кого-то за собой еще. И запрещается тебе не только быть лидером и вести за собой кого-то, тебе запрещается самому следовать за чем-то, Если у тебя нет об этом знания, и запрещается тебе быть судьей, арбитром, в чем-то, если ты не знаешь ситуацию. Поэтому это очень важное правило. Суждение о чем-то является производным от представления об этой вещи. И это правило нужно применять во всех, во всех делах. Разумный человек обязательно должен учитывать это правило. Потому что ни одно твое действие, ни один твой поступок не будет в порядке без соблюдения этого правила. Если ты не соблюдаешь это правило, несомненно, ты ошибешься. И шариат, он четко указывает на это правило и требует его соблюдения. Приведем несколько примеров, чтобы было понятно, как применять это правило. Например, если кто-то из вас спросит, каково суждение ислама о мурабаха, бей уль мурабаха. Человек, если он немножко знает арабский язык, мурабаха, рыбах, выгода, выгодная торговля, скажет, получение выгоды это прекрасно, это требуется, это нужно. Значит, бей уль мурабаха разрешается в шариате. И человек совершает грубую ошибку. Потому что он не представляет себе, он не понимает, что такое мурабаха. И не знает хукам ислама относительно этого. Он думает, что мурабаха это получение рыбх, то есть выгоды торговой сделки. Почему? Потому что он не имеет представления. Он сделал хукам, вынес суждение, не имея представления о чем-то, о предмете, о котором он судит. А всякий хукам, всякое осуждение должно строиться обязательно на представлении полном и четком о предмете, о котором ты судишь. А мы говорим, нет, мурабаха это один из видов торговли, который запрещен в исламе. Это то, что используют сегодня многие банки, которые являются завалированной формой рыба, ростовщичества. Или другой пример привезем, если кто-то скажет, беспроцентные кредиты это харам или это халаль? Суждение какое ваше? Человек, если он не знает ситуацию, не имеет представления четкого и полного, а предмете, о котором он говорит, он говорит, да, можно, идите же беспроцентно. Он не знает, что по беспроцентным кредитованиям понимается кредитование, когда тебе дают кредит, или что-то продают тебе в кредит, но ставят условие в договоре какое, которое является настоящим проявлением рыба времен джагилии. Я тебе отсрочу, но ты мне за это добавь. То есть, если ты вовремя не внесешь ту часть кредита, которую должен унести, то тебе дадут отсрочку, но вместо этого тебе что, добавят сумму. А это проявление джагилии. Или другой пример этого правила, что То есть, суждение какой-то вещи является производным от представления об этой вещи. Если кто-то спросит, например, нас, что вы скажете про общину или секту свидетелей Еговы. Что сказать про это? Если ты знаешь, кто это такие, и что они говорят, тогда ты можешь сказать, это такие, такие-то хукам ислама, или суждение ислама, о них такое-то, такое-то. Но если ты не знаешь, если ты не знаешь, кто это, что это за группа свидетелей Еговы, если ты никогда не слышал о них до этого, то ты, соответственно, не можешь сделать никакой вывод, потому что ты не знаешь даже, это исламский какой-то джамаат или не исламская группа. Кто это такие? Какие их ценности? Какие их принципы? Ты можешь вынести суждение о них только, когда у тебя будет что? Тасавор. То есть, представление о них. Поэтому, человек, который выносит суждение, человек, который выносит фетву, муфтий, человек, который просто говорит о каких-то шариатских вопросах, он не имеет права говорить, не имея представления о предмете, о котором он говорит, соблюдая свои собственные права и соблюдая права других мусульман, и чтобы не попасть в грех, он может говорить только, если у него есть две вещи, два условия соблюдены. Первое, это что он представляет этот вопрос полностью, так что для него этот вопрос не путает он его с другим вопросом, потому что бывает много вопросов таких в шариате, которые похожи друг на друга, а на самом деле решения там и тут разные. Хукмы шариата здесь и там разные. Если у человека этот вопрос, понимание этого вопроса не путается с пониманием другого вопроса, как это часто бывает, хорошо, то есть два вопроса, как бы их внешний вид похож, ситуация вроде бы похожа, и человек, думая, что это такой же вопрос, такая же ситуация, выносит здесь хуком, не такой, потому что он думает, что эти два вопроса, они одинаковые. У него произошла путаница, у него нет четкого представления. Итак, первое, это что у тебя должно быть четкое, полностью четкое представление о проблеме, о которой ты хочешь говорить, или относительно которой ты хочешь вынести фетву, или если ты хочешь вынести суждение. Второе, что у тебя должно быть, ты должен знать хукм Аллах, Субханава Тааля, относительно этого вопроса. Хукм Пророка, Алейх Салата, относительно этого вопроса. Именно этого вопроса, а не вопроса, который похож на этот вопрос. Если это понятно, то дальше следующий вопрос, который может возникнуть у человека, «А как я могу приобрести вот это представление? Как я могу судить о вещи?» Да, я сначала должен представление получить, а как я должен получить о непредставлении? От кого я должен получить представление об этой вещи? Потому что есть вопросы, которые похожи друг на друга. Ответ на этот вопрос следующий. Шариатский хуку можно строить на представлении, полученном от. Первое. Муставти. От муставти. Кто это муставти? Муставти человек, который берет у тебя фетву по какому-то вопросу. В данном случае фетва, чем отличается от других ситуаций, о которых мы сказали, что фетва, человек муфти дает ответ в зависимости от того, что говорит спрашивающий. В муставти. То есть здесь ответственность лежит на ком? На спрашивающем, как он описал ситуацию. В данном случае реальность, узнание реальности. В данном случае представление о вопросе это кто? В ком воплощается? В муставти. То, что он говорит, то есть реальность. В данном случае. Потому что это фетва. Если он разъясняет тебе вопрос, ты понял его, что он сказал, понял описание, и то, что он написал тебе, то тогда муфти, соответственно, выносит хукам на основании его вопроса. И в данном случае он соблюдает правила, которые мы сказали, что хукам выносится что? Только после того, как человек получает представление о вопросе. В данном случае представление это что? Это слова муставти. То есть того, который спрашивает. Второе, откуда берется это совор, то есть представление о вопросе, о котором нужно вынести суждение. Это сведения, которые переданы надежными, надежными, добросовестными, правдивыми мусульманами. Такими людьми, которые, когда что-то передают, во-первых, их передача свободна от следования страстям и от лжи, что они, когда что-то передают, они приукрашивают как-то, или наоборот что-то недоговаривают, то есть следуя страстям, или как-то лгут. Хорошо. И передавая, они передают точно что-то. Потому что бывают некоторые люди, просто у них память плохая. Хорошо. Или не могут правильно передать, или точно передать. Если мы возьмем от человека, который не точен в передаче, и он ошибается в описании нам ситуации, он ошибается в передаче, соответственно, это приведет к тому, что мы ошибемся в чем? В хукме об этой вещи. Поэтому обязательно передача должна быть от кого? От справедливого, добросовестного, надежного, правдивого передатчика в этом вопросе. Если появляется фитна, появляется смута, тогда нельзя опираться на слова тех, которые не отвечают этим условиям. Например, кяфер. Нельзя опираться на слова кяферов, на их новости, которые они передают, или их анализы, которые они помещают на телевидении, или в газетах, политические, всякие другие анализы. Или они свои представления об этом вопросе нам передают. Мы не имеем права на основании этих представлений, потом эти представления делать своим представлением, и выносить потом шариатских хукам, на основании этих анализов. Не имеем права. В шариате это запрещено. Строить шариатских хукам на этом нельзя, потому что мы сказали, шариатских хукам строится только на чем? На передаче мусульманина добросовестного, справедливого, честного. Например, хадисы пророка алейсаратосара. Принимаются от кого попало? Нет. Если только человек, который передает ее он, адль, то есть добросовестный, справедливый, если он в передаче точен, и если он передает от такого же, как он, а тот от такого же, как он, пока не дойдет в цепочке передачи до пророка алейсаратосара, а если в этом иснаде есть фасик, в этом иснаде в цепочке передачи, если есть нечестивец, или есть в этой цепочке передачи тот, который не точно передает информацию, сведения, или он что-то передает, обязательно что-то путает с другой вещью, часть оттуда, часть отсюда, то в таком случае не принимается, и тогда на таком хадисе не строится шариатский хукам, потому что этот хадис слабый. Поэтому обязательно нужно учитывать в этом вопросе те вещи, о которых мы сказали. Итак, мы как бы подытоживая это правило, скажем, правило, как звучит, то есть суждение какой-то вещи является производным от представления об этой вещи. Основа его это представление об этой вещи. Шариатский хукам в исламе может быть правильным, только если он основан на представления, которые переданы кем? Надежным, мусульманином, правдивым. Либо правильный шариатский хукам может быть так же строится на чем? На ком представлении? Полученном от кого? От мустафти. От того, который задает тебе вопрос, но в таком случае ответственность лежит на ком? На самом мустафти, то есть который спрашивает фетру. И обратите внимание, и все время мы говорим об этом, почему важно изучать религию под руководством знающих людей. Не так, что ты читаешь что-то или смотришь что-то сам по своему выбору, а именно изучаешь в том порядке, с теми акцентами, с теми ударениями, на которые указывают ученые. Что ты сам не знаешь, что первичнее, что приоритетнее, что важнее, на что нужно сделать больше ударения, на что меньше. Человек, когда он сам вот так вот выбирает, особенно сейчас, в эпоху интернета, там многочисленных роликов, как он листает соцсети, группы, каналы и выбирает, как что-то вот по названию понравилось, и он смотрит, послушаю это. Он не выбирает по принципу «Это важно, это полезно». Он выбирает по принципу «Нравится», «Нескучно». Хорошо. Оратор хороший, тема веселая и так далее, занимательная. Поэтому важно изучать религию под руководством ученых. Они расставят акценты, они поставят ударение. Поэтому то, о чем сказано в Куране, много, о чем в Сунне говорится много, о чем много говорили сахаба, о чем много говорят уляма, и мы тоже об этом, значит, должны говорить много и уделять этому много внимания. Понятно или нет? А не так, что люди берут что-то из религии, да, это из религии, но религия дала этому определенное место, вот столько, в этом большом круге религии. Они же взяли вот это, чему уделяется вот столько времени, вот столько вот места в этом круге, оно находится где-то с краю, и поставили это в центр круга и сделали, что это главное в религии. А то, что было главным и в центре, они наоборот это куда-то запихнули в угол, или вообще что выбросили из круга религии. Вот чем опасно изучение религии без руководства знающих людей.